МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радио Крымреали продолжает эфир, продолжает эфир уже в интернете. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Дежурит в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что теперь мы выходим по будням в 8.35, и наш эфир длится до 10 утра. Первые полчаса можно послушать не только в интернете, на нашем сайте, но и на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 100,7. А теперь мы вещаем для нашей интернет-аудитории, и тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие полчаса. На Айпетре сносят объекты общепита, магазины и гостиницы. Вчера стало известно о том, что власти Ялты прекратили действия разрешения, выданных тем объектам, владельцы которых не согласились на снос. Что же будет там после того, как снесут те объекты, которые находились до этого момента? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги. Репортаж. В Крыму на Айпетре продолжают демонтаж кафе, магазинов и гостиниц. Подконтрольные власти Крыма заявили, что договорились с предпринимателями о добровольном сносе, находящихся на горе строений. Только вот договорились чиновники лишь с тремя предпринимателями, которые прекратили свою работу задолго до начала зачистки. Об этом рассказывают хозяева соседних кафе. Все показуха. Это те же столы, которые вытащили вчера на том ряду. Все обратно заточили. То есть это все было показано на камеру. Вид создать. Давят, именно давят со всех сторон. Именно душат. Контрольный России глава Крыма Сергей Аксенов объяснил решение о сносе тем, что находящиеся на плато объекты торговли и общепита не имеют разрешительных документов. Кроме того, они якобы портят вид достопримечательности и загрязняют окружающую среду. Некоторые местные жители уверены в том, что у крымских чиновников свои планы на эту землю. Можно представить, столько годами строилось это все. Столько трудов, столько нервов, столько всего. Я ночами вообще не сплю уже. Сейчас снесут и построят по-новому. И все, только другие будут строить. Кремлевские чиновники дали предпринимателям 45 дней на демонтаж строений. А тем, кто откажется, пригрозили принудительным сносом. И заявляют, что на горе снесена уже треть построек. На месте существующего городка подконтрольные Кремлю власти собираются построить экологический ландшафтный парк с лабиринтами, эко-стоянкой и вертолетной площадкой. Благоустройством территории займется компания «Интерстрой». И случайно казалось, что принадлежит она в прошлом севастопольскому регионалу, а сегодня депутату назначенного Москвой парламента Крыма Евгению Кабанову. Репортаж. Итак, это была информация о том, что происходит на Платое Петрии. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. К нашему эфиру также могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 29 05. И еще напомню, что наше время вещания расширено. Мы вещаем с 8.35 до 10 утра. Крымчане говорят. Я патриот Украины. Я была такой. До аннексии Крыма я остаюсь такой по сей день. Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение. Видно указания с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все. Да ну это просто бред. Все, просто ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт. Я приветствую в нашем эфире Антона Мяснянка, корреспондента Радио Свобода в Крыму. Антон, доброе утро. Доброе утро. Что происходит сейчас на АйПетре? Насколько там завершен снос этих строений? Что говорят люди, которые там работали раньше? Я был на АйПетре около недели назад, поднимался туда на плато и смотрел, что там сейчас творится после визита Аксенова, в ходе которого он пообещал, что все самострои, все кафе и магазинчики будут снесены. И сейчас там действительно идут демонтажные работы, сносят примерно где-то сейчас треть заведений, треть вот этих вот торговых точек. Остальные пока не трогают. Большинство точек пока работают в прежнем режиме. Также за завалы стоят, приглашают к себе посетителей, гости к ним заходят, едят, пьют. В общем, большинство заведений пока работают в нормальном режиме, в прежнем. Вот часть точек решили снести, причем это делают сами хозяева. То есть это делается, ну как это называется, на добровольных началах. То есть они по своей инициативе это все делают. И они очень аккуратно все это делают. То есть они собираются, ну не просто бульдозером сносить, они ее разбирают буквально по дощечке и собираются куда-то в другое это место, видимо, перевозить и там все это строить. Люди, конечно же, недовольны тем, что происходит, несмотря на то, что под камерой при Аксенове они говорили, что они заботятся о наших деточках и о будущем Айпетре. И что они согласны, конечно, с тем, что нужно уйти. И ни одного предпринимателя я не встретил на Айпетре, который был бы доволен происходящим. А что говорят предприниматели относительно того, зачем это все делается? То есть что будет на Айпетре в итоге? У них есть какая-то информация? Они чем-то делятся? Да, тут в крымских СМИ был распространен даже проект застройки. Было то, что будет после сноса всех этих строений. Это некий экологический ландшафтный парк с рекреационной зоной, с прокатом роликов и снегокатов и со всем прочим. Но предприниматели не верят, что не оставят никакой торговли, потому что, ну, такое очень популярное мнение, что просто поставят нужных предпринимателей, да, которые будут просто оплатить дань именно Аксенову или там властям Ялты, или кому-то из крымских чиновников. Сейчас просто эти предприниматели не подконтрольны, а они хотят сделать так, чтобы вот этот доход с Айпетри шел именно в карман кому-то из крымских чиновников. Крымские СМИ пишут, что реконструкцией на Айпетре займется известный севастопольский бизнесмен, депутат Евгений Кабанов. А еще он известный застройщик, например, крымских парковых зон, вот буквально рядом в Приморском парке Ялты у него достаточно большая стройка рядом со зданиями Владимира Константинова, который также является его бизнес-партнером. Вот по этому поводу что-то говорят, ну, ведь большой застройщик заходит на Айпетри, и, ну, есть какие-то, наверное, да, подозрения в том, что он там будет что-то строить все-таки, а не разбивать парк. Да, ну, вот сами предприниматели говорят, что невозможно на Айпетре, чтобы не было вообще ничего, чтобы была просто голая вершина, да, потому что людям элементарно нужно где-то рыться от непогоды, потому что погода меняется очень быстро, и все равно там какие-то строения будут. Ну, и, конечно, все уверены, что Кабанов туда заходит не просто так, не просто, чтобы сделать там ограждение, да, и поставить прокат роликов. Естественно, у него есть какие-то там бизнес-интересы крупные, и, конечно же, он что-то будет строить. Но все это пока на уровне догадок, неофициально, потому что ни в власти не говорят ничего внятного, да, ни у самих бизнесменов нет никакой достоверной информации. Все вот на уровне только слухов, предположений, догадок. Ну, это не первый раз, когда пытаются зачистить плато Айпетре. Я напомню, что еще при Украине в бытность Анатолия Могилева, начальником главка крымской милиции, вот он, получается, уходя, да, с этой должности, если я не ошибаюсь, дал команду зачистить эту гору от строений, и после чего это было действительно скандалом, была достаточно жесткая зачистка, и люди не давали сносить. Люди выходили на защиту своих объектов, которые они там построили. Почему нет какого-то протеста сейчас? Дело в том, что часть предпринимателей, которые, как я сказал выше, пока не сносят свои строения, которые работают в первичном режиме, многие из них говорят, что мы никуда не собираемся уходить, мы будем стоять до последнего, у нас есть все разрешения, у нас есть все документы, все, что делает Аксенов, это его личное мнение, это незаконно, пусть через суд доказывают. То есть они не собираются никуда уходить, и, видимо, если будут какие-то силовые меры, они готовы действительно оказывать сопротивление. Они ведь понимают, что просто так не получится остаться, и неспроста жителям Крыма на площадях городов показывают автомобили, которые ФСБ ласково называет карателями. Конечно, да. Они понимают, что, возможно, придется какие-то протесты именно против каких-то силовых мер, и многие люди к этому готовы. Кто-то говорит, что, ну, пока нас не сносят, но если вот скажут, да, ну, мы тогда уйдем. Вот. Что касается тех, кто, это просто интересно, что касается тех, кто добровольно сейчас сносит свои ларьки, то, как мне рассказали предприниматели, собственно, на Апетре, приезжали люди из Симферополя и просто им платили деньги. То есть это вот именно тем предпринимателям, которые сейчас уходят. Да, то есть они уходят не потому, что им какие-то альтернативные места предоставили там где-то в Бахчестара или в Симизе, как Аксенов сказал, и не потому, что кто-то заботится там об экологической сохранности Апетре. Просто каждому заплатили вот так вот наличкой без документов 2-3 миллиона рублей, и они просто решили свернуться и уехать. То есть вот те, кто сейчас уходят, не протестуя, это просто те, кого, ну, можно сказать, купили, да, кому заплатили. Ну, в крымских СМИ уже идет определенная, наверное, информационная кампания. Если мониторить крымское информационное пространство, то можно, допустим, видеть сообщения, вот которых раньше не было, на это не обращали, может быть, внимания, о том, что кто-то отравился в кафе на Апетре, вот о том, что теперь приостановлены разрешительные документы для них. Вот насколько вероятно, что если не с носом, да, то какими-то проверками просто людей будут оттуда с горы сживать? Это тоже, да, это такой популярный вообще в Российской Федерации в целом, ну, и сейчас в Крыму тоже, да, способ давления на бизнес просто, как это называется, закошмарить, да, проверками давлением, просто сказать, что вас тут люди нравятся, мы у вас отзываем там все документы. И это тоже возможный, да, способ давления, тоже предприниматели этого не исключают. И плюс, как они, опять же, говорят, у властей есть отличный способ выжать их оттуда, это просто перекрыть дорогу на Апетре. То есть на Апетре можно попасть либо по автомобильной дороге, которая просто закрывается шлагбаумом на времени погоды, да, если наверху снег, либо канатная дорога. Вот как это было весной-зимой, канатную дорогу закрыли, как они сказали, для профилактики, а шоссе было перекрыто просто из-за сошельшей лавины. И предприниматели, конечно, понимают, что им просто в любой момент могут перекрыть дорогу, им самим придется уйти. Так же и с проверками. Запросто могут найти у них что угодно, но справедливости ради я должен сказать, что это не информация только последних каких-то месяцев, в неделю на протяжении всех, не знаю, 10-15 лет последних очень много было нареканий на качество сервиса на Апетре и тому, что там антисанитарные условия. Кому-то нравилось, кто-то говорил, что травился. То есть такие слухи, они, в принципе, давно ходят. И, может, просто сейчас решили на этом сыграть, да, действительно, это немножечко более акцентировать именно то, что люди недовольны тем, что происходит. Но, повторюсь, недовольны качеством обслуживания на Апетре были всегда и вообще тем, что там есть какие-то строения, какой-то бизнес ведет. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Антон Мяснянко, корреспондент Радио Свобода. В Крыму я напоминаю, что наш номер телефона, по которому вы можете позвонить и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения. 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот телефон бесплатные. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других регионов Украины по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы теперь в эфире с 8.35 до 10 утра. На самом деле с 7.00 до 10 утра, с 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крымреалии, программа Радио Свобода, Ранкова Свобода, с 8.35 до 10.00, Радио Крымреалии. Первые полчаса мы вещаем в том числе и на средних волнах, на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100 и 7. А оставшийся час вещаем в интернет, где вы можете нас не только послушать, но и на нас посмотреть. Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это Радио Крымреалии. Владей информацией. Итак, это Радио Крымреалии. Сергей Макрушин дежурит у микрофона. И эти полчаса мы обсуждаем то, что происходит на плато IPA3. Проект благоустройства был представлен на рассмотрение российскому правительству Крыма, подконтрольному России. Он предусматривает финансирование в размере более 200 миллионов рублей. Об этом рассказал журналистам 31 марта глава российской администрации Ялты Андрей Ростенко. По словам этого подконтрольного Кремлю чиновника, местные власти подготовили документы, разработали концепцию и просчитали сметную стоимость как сноса, так и благоустройства IPA3. Результат предоставили в так называемое правительство Крыма. Согласно распоряжению Сергея Аксенова, плато IPA3 будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Требует очистить IPA3 от строений полностью. Вот насколько реально воплощение этих обещаний в жизнь? Мы сейчас поговорим с Владимиром Горначуком, председателем организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро. По вашему мнению, что же в итоге окажется на IPA3? Насколько результат будет соответствовать обещаниям? Доброе утро. Ну, я думаю, что, конечно, ситуация крайне спорная, потому что на IPA3 мы видели обещание, на моей памяти, штук пять, наверное, от Аксенова, о том, что там все будет зачищено. Сейчас была дана команда от федерального центра о том, чтобы на IPA3 был найден порядок. Но, разумеется, Аксенов и команда, которая находится с ним, будут использовать исключительно в личных интересах. Шалманы, которые были настроены меджистовцами при Украине, будут там демонтированы в течение какого-то периода времени. Во всяком случае, вчера уже начались ограничения на доступ, ограждение территории и так далее, как это было в национальном рынке Симферополя. Но вопрос в том, что там будет, остается открытым, потому что мы видим, что бенефициарами всего этого сноса опять-таки становятся и Ростенко, и тот же самый Аксенов там в виде своего окружения, которые хотят поставить уже свои шалманы на IPA3. Но в качестве инвестора на IPA3 крымчанам, вот крымские СМИ, представляют Евгения Кабанова, севастопольского депутата, севастопольского бизнесмена. Мы уже говорили в нашем эфире, с вами в том числе, о том, как он застраивает крымские парки. Не видите ли вы рисков в таком выборе инвесторов? Ведь неспроста же, ну, не без выгоды какой-то для себя человек туда заходит, наверное. Ну, во-первых, там не только Кабанов, там есть еще и федеральные чиновники, которые тоже пытаются нагреть руки на IPA3, потому что на текущий момент там, как мы видим на предыдущих кейсах, которые были организованы командой Аксенова, все, что ими делают, делают исключительно ради личной выгоды. И Кабанов здесь выступает в качестве застройщика и инвестора для того, чтобы получить куски земли для строительства своих объектов. Но еще раз говорю, там одна задача, так как люди вообще не смотрят на стратегическое развитие Крыма и IPA3 в том числе, как точки притяжения для туристического потока, то там будут созданы очередные торжища, которые будут приносить черный НАУ, которые будут распределяться по карманам уже не бывших стенок Меджлиса, а команды победителей. Вот все, что мы будем наблюдать. Кабанов является всего лишь одним из участников этого процесса, не более того. Вы говорите о том, что прям утверждаете, что Меджлис занимался строительством на оплату IPA3. У вас есть какие-то доказательства этому, что именно члены Меджлиса? Меджлис оказывал политическую поддержку, потому что там, если вы сейчас проанализируете... Ну, там были нарушены имущественные права крымских татар, поэтому это выглядит логично, наверное. Нет, нет, нет. Мы говорим о силовом захвате, получении земельных участков и отстаивании с политическим лоббированием со стороны членов Меджлиса при Украине. Об этом знают все, и это общеизвестный факт, что крымские точки, которые находились там, они финансируют в том числе, вот с черным НАУ, который там собирался, в том числе и действия Меджлиса. Я напомню, что это мнение Владимира Горначука, российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым». Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я приведу еще точку зрения экологов на эту ситуацию. На Айпетре нельзя проводить реконструкцию, так как это приведет к отрицательным последствиям. Об этом в комментарии нашему сайту заявила севастопольский эколог Маргарита Литвиненко. Процитирую. «Плата Айпетре вообще не нужно трогать. Это зона, где любое неразумное вмешательство в состояние окружающей среды, в ее видоизменения, приведет только к отрицательным последствиям». Конец цитаты. Это Маргарита Литвиненко, севастопольский эколог. Возвращаясь к разговору с Владимиром Горначуком, Владимир, по вашему мнению, насколько вопросы экологии действительно заботят Сергея Аксенова и тех, кто заинтересован в зачистке Айпетре? Насколько действительно о природе заботятся и о видах для туристов? Ну, я думаю, что, во-первых, есть законодательство, действующие, что при Украине, но, что есть при России. В заповедной территории, которая является Айпетре, вообще нельзя ничего строить, капитальные объекты. Это просто природная охранная территория, на которой, так называемая ООПТ, на которой вообще ничего нельзя строить. И для меня, ну, я полностью согласен с экологами, что Айпетре надо полностью зачистить и вообще ничего не строить, кроме объектов, которые связаны с сохранением природы и красот, который открывается с Айпетре. То есть, вот там есть канатная дорога, которая построена из Мисхорова, она должна сохраняться, там должны быть видовые площадки, но никаких там шалманов в виде, как Ялтинский марш сейчас Ростенко заявляет, прокаты велосипедов и сувениров, которые потом превращаются в эти шалманы с горелым мясом, которые выдают за шашлык, там появляться не должны, потому что любая бытовая деятельность это нарушение закона, их там быть не должно. Ну, объекты недвижимости действительно на южном берегу Крыма имеют свойство довольно причудливым образом трансформироваться. Например, в Приморском парке можно отыскать кафе-мороженое с апартаментами на 80 с лишним мест, и в Алуште можно найти семиэтажный спасательный пост. Владимир, ну вот вы довольно-таки возможно утопичный вариант исхода описали, да, о том, как, по вашему мнению, должна выглядеть гора Айпетри. Насколько это реально, что в Крыму должно произойти, чтобы случилось именно так? Я думаю, что должна быть, во-первых, прямая воля федерального центра, потому что на крымском уровне мы видим, что полное разложение крымских элит, начиная с Константинова и Аксенова, которые просто занимаются бизнесом, грабя крымские ресурсы. То есть вот любая точка, которая готова, которая приносит прибыль, генерирует наличные доходы в виде там рынков, не знаю, Айпетри, пляжи, которые закрывают там, чтобы получить какую-то аренду. Это все как бы будет продолжаться. И если только со стороны того же самого Путина будет дана команда, чтобы Айпетри и территории прибрежно были очищены и оставлены в покое, только тогда, возможно, что-то произойдет. Доверие к крымчанам и любых гражданских активистов, которые были происходящие в Крыму, к Аксенову и Константинову, все идут из шайки-лейки, полностью потеряно. Вот это только надежный федеральный центр. Ну вот уже три года, когда мы исследуем современную крымскую проблематику, мы видим, что люди пытаются напрямую апеллировать в Кремль, потому что не видят какой-то защиты у тех людей, которые сейчас руководят Крымом. Насколько вероятно, что именно на эту ситуацию вдруг обратят внимание, если не обращают на другие? Знаете, здесь правильный вопрос задаете, потому что здесь как бы обратная пропорция. То есть если будет много людей, которые публично, не знаю, в форме митингов, в виде сбора подписей, будут готовы защищать общественный интерес, в том числе Айпетри, тогда власть прислушивается к этим вещам. Но мы видим полную апатию сейчас, особенно ЮБК, который занимается в том числе проблемами. А не страшно ли выходить на митинги? Потому что вот в Алуште депутат и журналист, которые выходили на митинги и писали какие-то критические материалы, вот они сейчас под судом даже. Не запуган ли народ? Ребята, которые пытались организовать митинги против коррупции по фильму «Он вам не Димон» Алексея Навального, были задержаны, то есть по полному беспределу и посажены в кутузку. Поэтому и Степанченко и Назимов, это все звенья так называемой гребаной цепи, как пелось в песне Летова. И здесь люди должны понимать, что это борьба, и борьба за свои права, она не бывает без жертв. То есть надо жертвовать какими-то вещами, в том числе своей какой-то безопасностью, может быть, для того, чтобы сохранить Крым для своего будущего. Потому что та группировка, которая сейчас захватила власть в Крыму, она просто так свои завоевания, так называемые, отдавать не будет. И мы видим, что уже 14 марта, там, да, те же тот же сам вице-премьер, наш элемент, с которым вместе мы воевали вот в этот момент, оказалось оформлять на себя участки в Краснокаменке, заповедных территориях, как оказалось на себя, на жену и на всех прочих. Ну, вот, на мой взгляд, это должно быть прекращено, но сами они по себе прекращать не будут, поэтому борьба предусматривается, в том числе противостояние. К этому надо быть готовым. Спасибо. И не готовы, значит, когда будут терпеть. Да, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Обсуждали мы сегодня то, что происходит на Платой Апетре. Вернемся в эфир после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова С понедельника